Основной темой заседания Думы на Уральского городского округа 7 декабря стало второе чтение бюджета. До этого момента работала согласительная комиссия. Часть предложений была внесена в главный финансовый документ. О принятом бюджете Альбина Евсеева. Принят единогласно во втором чтении. На очередном заседании Думы народные избранники утвердили главный финансовый документ, по которому наш округ будет жить в следующем году. Надо сказать, что этому предшествовала огромная подготовительная работа. Бюджетное послание главы на Уральского округа Вячеслава Тюменцева, в котором были определены главные направления по доходам и расходам бюджета. Работа всех постоянных думских комиссий. Первое чтение. Работа согласительной комиссии. И, наконец, второе чтение бюджета. Уважаемые депутаты, я обращаюсь с предложением принять бюджет на Уральского городского округа на 2024 год и на план на 2025-2026 годы 7 декабря на 2025 год, то есть сегодня. Это позволит заблагодарить начать работу по подготовке городского хозяйства уже к новому финансовому году. Если говорить о согласительной комиссии, то на рассмотрение ее поступило несколько десятков предложений. И от общественной палаты, и от депутатов, и от администрации по финансированию ряда проектов из бюджета округа. Не все внесенные предложения вошли в проект бюджета ко второму чтению. Они включены в отдельное решение Думы. В соответствии с ним, при распределении в 2024 году остатков бюджетных средств по состоянию на 1 января 2024 года, а также при экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур, в первоочередном порядке будет учитываться финансирование мероприятий, принятых согласительной комиссией. В их числе выполнение наказов избирателей, поддержка садовых товариществ, ремонт учреждений социальной сферы, ремонт тепла и водосетей. Общая сумма дополнительных предложений оценивается более чем в 124 миллиона рублей. Предложения по выделению средств на эти цели планируется рассмотреть уже в январе-феврале будущего года. Ну а по итогу работы согласительной комиссии бюджет округа пополнился на 24 миллиона рублей. Это твердые цифры, которые в любом случае будут профинансированы. Эти деньги направлены на обязательные статьи. Это оборудование для школ, это питание для детских доходных учреждений, ребята, которые туда ходят. И мы приняли второе решение, утвердили некое приложение номер один, я его называю. Это перечень первоочередных мероприятий, которые мы будем финансировать из городского бюджета при возникновении новых источников финансирования. Это 124 миллиона. Мероприятия, которые туда входят, это, во-первых, ремонт сетей, ремонт учреждений образования, депутатские наказы, ну и тому подобное. Все могут ознакомиться с перечнем отдельно. Источник финансирования, первое, это переходящий остаток средств, которые мы пока точно не знаем с прошлого года. Он, как правило, исторически покрывает большую часть вот этой вот мероприятий из списка номер, или из приложения номер один. Там 124 миллиона. Вот мы надеемся, что в феврале мы рассмотрим и большую часть мероприятий в виде поправок к бюджету мы сразу закроем. Остальные мероприятия будут закрываться от средств, которые будут возникать из экономии бюджета в течение всего года. Социально направленный, сбалансированный, бездефицитный бюджет развития. Главный финансовый документ Новорайского городского округа в этот раз принят раньше, чем обычно. Это возможность провести торги еще в этом году и начать работу по подготовке городского хозяйства к новому финансовому году. Бюджет хороший, бюджет получается бездефицитный с точки зрения того, что мы практически сразу стартуем с 1 января. В декабре месяце дана уже команда, где возможно торговаться, надо торговаться, чтобы в первых числах нужно уже начинать работать. Сегодня хотелось бы сказать огромные слова благодарности всем, кто готовил бюджет. Это, в первую очередь, финансовое управление. Конечно, они очень много сделали, потому что у нас было у всех много наказов, заказов, пожеланий и так далее. Сегодня бюджет выверенный, там нету случайных каких-то вещей, потому что мы все, что было, можно унести на второй план, оно пойдет на второй план. Или просто остается без денег для того, чтобы дальше можно было понимать, как финансировать и откуда поступать будут деньги для того, чтобы эти вещи финансировать. Хочется сказать, что бюджета такого никогда у нас не было. Два года, наверное, не проводили в январе думы. Мы будем в январе проводить думы. Мы понимаем, что, скорее всего, какие-то передвижки еще не будет, но у нас уже сегодня готов пакет вопросов на думу январскую. Мы готовы провести думу и декабрьскую, где тоже у нас будут какие-то финансовые передвижки, потому что сейчас остатки доходят. Мы получаем денег, которые области и федерация транслируют и передают. И самое главное, самое главное, мы те задачи, которые ставились главой, депутатами, мы их практически все поставили для себя, и они будут выполнены. 6 миллиардов 119 миллионов рублей – это бюджет округа на будущее 2024 год. Он был принят 7 декабря почти сразу же после принятия бюджета Свердловской области. Депутаты Законодательного собрания региона приняли во втором и третьем чтениях законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период 5 декабря. Основные приоритеты главного финансового документа региона – повышение социальной защищенности жителей Среднего Урала, расширение качества и доступности социальной инфраструктуры, стабильная работа системы здравоохранения, поддержка муниципалитетов. Оба бюджета приняты с учетом интересов жителей Свердловской области и Новоуральска и позволят решать долгосрочные задачи по развитию нашего округа.